Здравствуйте, дорогие друзья! Первое, о чем задумывается практически каждый покупатель новой семерки Ну, разумеется, кроме того, откуда взять деньги Какой черный цвет выбрать? Глянцевый или матовый? Или глянцевый? Или, может быть, все-таки... Глянцевый? Матовый? Глянцевый? Матовый? Матовый? Или глянцевый? Сука, дебил! В этом видеоролике я немножко расскажу о достоинствах и недостатках обоих цветов И предложу свое идеальное решение, которое позволит избавиться от всякого рода компромиссов Будет интересно, усаживайтесь в подобное Начнем с Jet Black К сожалению, у меня нет такой модели на руках, но я ее держал, щупал, клацал и имею полное представление, что это такое Глянец шикарен Выглядит и ощущается как стекло Приятно холодит руку, сильно пачкается, но в свою очередь достаточно легко оттирается Причем зачастую это происходит автоматически В карманах брюк, джинс и прочей плотно прилегающей одежды Коцки, царапки и прочие неприятности буквально магнисятся корпусу Jet Black Требуется излишняя аккуратность, чтобы все это дело сохранить в первозданном виде И то вряд ли получится Конечно, уже с полуметра окружающие вряд ли что заметят Но вы-то будете знать, где расположился каждый косяк Потому как наверняка знаете, как тяжело зарабатываются деньги на этот гаджет Так что кокаиновая полировка Aiva очень красивый, но довольно сомнительный вариант Особенно если через годик вы захотите избавиться от смартфона в пользу нового флагмана Apple И с минимальной потерей в деньгах Переходим ко второму цвету, а именно такой я и выбрал Но это далеко не конец истории Во-первых, BlackMade излишне недооценен Его практически не показывали на презентации, а на официальной странице Apple Он выглядит далеко не так презентабельно, как вживую В реале черный мат это шикарная поглощающая бездна Которую практически невозможно передать на фотографиях и в видео Особенно с таким хреновым светом и камерой, как у меня Да и руки тоже не такие ровные в этом вопросе После распаковки я был приятно удивлен, ведь в коробке гаджет выглядит далеко не так, как на коробке Минимизированные полоски антенн практически не видны, а матовые алюминий достаточно стойкие к внешним воздействиям Это вам не первые эксперименты в лице классической пятерки, но вот маркость Мат конечно не так сильно пачкается как глянец, но и оттереть его без специальных средств будет крайне тяжело И тут возникает дилемма, что взять, ведь хочется красоту JetBlack и стойкость матового варианта, а в идеале и с чехлом проблему решить не мешало бы, чтобы эту красоту не скрывать Тут придут на помощь чехлы, еще за месяц до покупки смартфона я купил по предзаказу и с неплохой скидкой чехол от проверенного мной производителя Спиджин Давайте сразу развеем все сомнения Мне никто не платил денег и не давал аксессуар бесплатно Я заплатил за чехол кровные 15 долларов и 10 долларов за доставку из США Хотя и писал в отдел рекламы Спиджин, там меня элегантно послали, намекнув на то, что канал с 16 тысячами подписчиками, мягко говоря, не кать Так что в комментариях к этому видео оставляйте проверенные лично аналоги с ссылками на товар, я не буду ничего удалять На внутренней части имеется специальный паз под наклеиваемую металлическую пластинку для магнитного крепежа в машину Не могли уже позорники сами приклеить эту самую пластинку и в комплекте ее тоже нет Обзор подобного аксессуара уже висит на канале, так что welcome Это пластиковый и относительно тонкий чехол с цветом Jet Black Он достаточно сильно передает и внешне, и по ощущениям трушный корпус глянцевой семерки Защищает смартфон и практически не увеличивает его в габаритах Так что вы всегда будете иметь с собой защищенный глянцевый смартфон Ну а если захочется почувствовать холодок в металл, то просто снимите его И вы увидите первозданную красоту, созданную дизайнерами и инженерами в Купертино Ну ведь круто же! Своё мнение и предложение по выходу из ситуации обязательно наставляйте в комментариях к этому видео А на этом всё, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech Не забывайте подписываться на нас и нашу новостную группу ВКонтакте До скорых встреч, увидимся в следующем видео Про лайки чуть не забыл Пока-пока